Хорошо, мы сейчас открываем третью главу книги Иисуса Новина. И мы с вами читаем здесь историю о том, что Израиль переходит реку Иордан. Здесь есть важные детали, которые нам помогут понять волю Божью, силу завета, и через это укрепят нашу веру. Как веру людей, которые, как вам всем известно, состоят в завете с Богом через жертву Ишуа, правильно? Значит, весь народ стоит у реки Иордан. Все ждут, ждут, что Бог будет делать дальше. Все видят землю, которую нужно занять. Все видят через реку реки Иордан, не широкая река. Кто был в Израиле, вы видели, это такая местечковая река своего рода. Все видят насторожившихся иноплеменников на том берегу. Возможно, их было очень много. Но самое главное препятствие – сама река. Через три дня пошли надзиратели поста, ну второй стих. Третьей главы. Дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господня и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им, ну ковчегом, должно быть до двух тысяч локтей мерою. Ну, примерно с километр. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Что-то новое должно произойти с Израилем. Они что-то новое должны сделать. Они должны вообще пройти сквозь воду. Они должны принять это чудо. И заметьте, впереди, впереди он запускает левитов с ковчегом завета. «Сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Этот стих можно обвести ручкой. Потому что, друзья, когда мы говорим о завете, когда речь идет не просто о каком-то благословении Бога, а о благословении, исходящем из завета, то надо всегда знать, что это условное благословение. Его исполнение зависит от соблюдения нами, наших обязанностей. И вот здесь «осветитесь, ибо сделает Господь среди вас завтра чудеса». То есть, что такое «осветитесь»? Ну, я надеюсь, тут не надо будет долго останавливаться. Нужно было. Кому в чем покаяться нужно было? Кому какие жертвы очищения принести за грех? Священникам же сказал Иисус, «Возьмите ковчег завета и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу, «В этот день я начну прославлять тебя передачами всех сынов Израиля». Вы же помните, мы читаем третью главу, а перед этим там был разговор у Егошия с Богом. Говорит, не бойся, не страшись, укрепись. Три раза он ему говорит с 5 по 9 стих 1 главы. Он помогает ему побороть страх. Он говорит, да не отходит книга сия от твоих никогда, и ты будешь во всем успешен. Он настраивает его изучать слово, которое укрепит его в вере. Это перед этим все было, об этом мы вчера говорили. И вот здесь он говорит, я прославлю тебя, у тебя получится. Ты будешь реальным, уважаемым, почитаемым, сильным вождем народа. И ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израиля, «Вы пойдите сюда и выслуживайте слово Господа. Из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас всех». Вот всех, значит. И 11 стих. Вот ковчег завета Господа всей земли. Господа всей земли. Уточнение здесь такое, да? Это тоже важное уточнение, чтобы людям, которых он должен был выпустить вперед, чтобы они помнили, что Бог, который стоит за ними, это не местечковый Бог. Как знаете, верования народов были какими? Наш Бог силен на этой территории. Это его. Дальше территория других богов. Бог всей земли. И возьмите себе 12 человек из колен Израилев по одному от колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли еще раз. Да? Вот здесь. Интересно очень. Ступят в воду Иордана, вода Иордана иссякнет, текущая же сверху остановится. Итак, 14 стих. Когда народ двинулся от шатров, чтобы переходить Иордан, священники понесли ковчег пред народом, то лишь только несущие вошли в Иордан и ноги священников несущих погрузились в воды Иордана, вода, текущая сверху, остановилась, стала стеной на весьма большое расстояние. А текущая в море равнины, в море соленое ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несущие ковчег Завета, стояли на суше твердой ногой. Обратите внимание, в центре всей этой истории стоит ковчег Завета. Вы помните, что это такой довольно немаленький деревянный ящик, обитый золотом, внутри которого лежали, скрижали. Я думаю, что не случайно здесь говорится о ковчеге Завета. Бог фокусирует внимание всего народа на том, что они состоят с Ним в Завете, что Он обеспечит им проход в землю, потому что Он им обещал по Завету. Он великий Бог, раздвинувший Красное море. Поколение, которое проходило по дну, уже умерло. Людей, видевших это своими глазами, там уже не было. В то время бродило много легенд о разных чудесах и лжи-чудесах. И неверующих в это было тоже достаточно. И люди могли сомневаться, но Он фокусирует отношение всех на том, что ребята, я же с вами договаривался, я вам обещал. Помните о договорах наших. Центр договора лежит в этом ящике. Смотрите на ковчег, вспоминайте договор, доверяйте мне, я вам должен. Когда они перешли? В четвертой главе. Как вы думаете, вера у них выросла после перехода по дну? До того, как Иордан остановился и после того, как они перешли на другой берег? Это люди были с разным уровнем веры, как вы считаете? Ну, определенно, да? Но послушайте, свою веру надо уметь хранить. Если не уметь ее хранить, она осыпается. Здесь за примерами далеко ходить не надо. Вы очень хорошо знаем, мы все очень хорошо знаем, что народ Израиля, перешедший Красное море по дну, буквально через несколько дней начал роптать на Бога, жаловаться и такое впечатление, как вот еще вот этого ничего, как вроде не было, как вроде бы он не показал им свою силу. Они начали бояться народы, хотя самую сильную армию мира на тот момент он утопил в водах Красного моря для их защиты на их глазах вот несколько дней до этого. и они уже ропщут на него. Поэтому в ситуации с переходом Иордана по дну Бог вводит интересную норму, очень полезную для нашего сегодняшнего служения. Пятый стих. Сказал им Иисус «Пойдите пред ковчегом Господа» «Бога вашего в серединую Иордана», то есть еще дно, еще вода стоит, «И возьмите оттуда, положите на плечо каждый по одному камню по числу колен сынов Израилев, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующие времена свяны ваши и скажут «К чему у вас эти камни?» Вы скажете 7 стих, можно обвести ручкой, «В память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом Завета Господня, когда он переходил через Иордан, тогда вода разделилась, таким образом камни эти будут для сынов Израиля памятником навек». Смотрите, у нас в общине одно время очень много чудес было, чудес исцеления в частности, ну и других чудес. И я в последний день буду об этом много рассказывать, когда мы будем говорить о практическом построении служения исцеления. Скажу так, вот если меня сегодня спросить, что я из этого помню, я какие-то очень такие веховые буквально помню ситуации, но подавляющее большинство того, что было, я забыл. И это неправильно. Мы буквально неделю назад ввели журнал фиксации свидетельств. потому что полезно, знаете, вот когда приходит какое-то время открыть его и увидеть, что Бог сотни чудес сотворил. Сотни с тобой, с твоим окружением, с твоими близкими, с твоей общиной. И это полезно делать, когда вырастает какая-то проблема и дьявол тебе нашептывает, что она нерешаемая и ты открываешь и читаешь, что Бог сделал по твоим таким возможно хилым молитвам с тобой, с твоими друзьями и твоя вера начинает расти. И вот в той ситуации для того, чтобы Израиль укрепившись в вере после перехода Иордана по дну, чтобы он не забыл возьмите себе что-то в напоминание. Возьмите себе что-то, что будет вам постоянно как бы звонить и говорить ты видишь Бог живой Бог сильный Бог с тобой в завете вспомни что по завету ты занял эту землю по завету который Бог сам на себя взвалил он с тобой в завете что бы с тобой сегодня не происходило сам Всевышний господин земли когда-то остановил воду сделал то что никому не по силам только лишь для того чтобы ты оказался здесь жил здесь в земле текущей молоком и ветром потому что он обещал вот что такое слово Бога не забывай об этом спустя три главы Израиль приходит к Иерихону как вы помните Иерихон был первым крупным укрепленным городом и своего рода был препятствием то есть иными словами можно сказать вот ты вступаешь в новую жизнь жизнь веры с Богом ты счастлив и рад что-то получилось и потом ты натыкаешься на какую-то проблему и как бы вот эта громада стены Иерихона ругающиеся обороняющие его в твой адрес ругающиеся и смеющиеся с тебя говорят привет ребята пришли все вот это ваша граница больше у вас ничего не выйдет ты говоришь в Бога да ну и что ты решил как говорится изменить ты думаешь что у тебя получится не смешина современная жизнь о чем ты говоришь то есть вот такой своего рода Иерихон и вот Бог 6 глава говорит Господь Иисусу но для этого давайте мы немножко вернемся назад посмотрим что после перехода по Иордану кое-что произошло то есть идет духовная работа которую ведет сам Всевышний с Израилем для того чтобы они не разрушились в вере для того чтобы с ним не произошло то что происходило с поколением умершим в пустыне заметьте все вышедшие в свободу до свободы не добрались все до единого кроме двоих человек из всех тех 600 тысяч пеших мужчин двое всего лишь только вот такой низкий процент 20 стих вот той вот четвертой головы 12 камней которые взяли они из Иордана Иисус поставил в Голгале и сказал сынам Израилем когда спросят в последующее время сыны ваших что значит эти камни скажите сынам Израиль перешел через Иордан сей по суше ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас доколе вы не перешли его так же как Господь Бог ваш сделал щербным морем который иссушил перед нами доколе мы не перешли чтобы все народы земли знали что рука Бога сильна чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни когда же царьи Марийские 5 глава которые жили по эту сторону Иордана к морю и все сыны ханаанские которые при море услышали что Господь иссушил воды Иордана ослабело сердце их и не было духа против сынов Израилевых очень важное уточнение очень важное потому что буквально в этой главе в конце мы прочитаем что-то противоположное в то время в то время сказал Господь Иисусу сделай каменные ножи и обрежь сынов Израилев во второй раз не были обрезаны они это все возвращает их мышление к завету потому что обрезание вы помните оно было дано для людей как знак завета поэтому он им напоминает а завете с собой через то что ковчег был в центре через обрезание он просто работает с их верой все это время камни оставьте себе в напоминании помните не потеряйте веру которую вы здесь приобрели дальше написано что вот видите все умерли в пустыне почему нужно было обрезать второй раз они мы сейчас чуть позже как духовные приемы Бога призванные укрепить нашу веру люди превращают в религиозные штучки вот сейчас мы доберемся до этого и вот обрезание же почему-то детей не обрезали те кто был сам обрезан потому что они забыли о главной сути того что есть обрезание что это знак завета для людей напоминающий им о своих отношениях с Богом а когда какая-то вещь теряет свой главный смысл со временем люди начинают думать а зачем это нужно вообще когда первичный и возможно единственный смысл чего-то утерян и можно было думать это наша национальная особенность потом потом начинаешь думать а зачем это нужно если мы этого не сделаем что от нас убудет ну как бы ничего поэтому и не обрезали своих детей и поэтому с верой были проблемы у самого Иисуса как вы видите на вина и поэтому Бог для того чтобы встряхнуть всех не призвал их строить мост деревянный через иорда что вообще было очень невозможно он возвращает их внимание ковчегу завета он возвращает их внимание к завету призывая их сделать обрезание он на будущее для напоминания для того чтобы укрепившаяся вера опять не посыпалась он призывает их взять камни и тащить их на своем горбу они пешком идут у них что времени было мало но это для того чтобы работать с их верой все для этого все для веры вот такие приемы вы знаете могли быть другие какие-то приемы вполне но он избрал эти это осталось в писании для нас нам нужно над этим размышлять почему это было сделано для того чтобы укрепить их в вере дальше говорит ибо сыны израилевы 40 лет ходили в пустыне 6 стих 5 главы покуда не перемер весь народ способный к войне которые не слушали голоса господа и которым господь земли вместо них воздвигся новых этих обрезал иисус ибо они были не обрезаны потому что их на пути не обрезали вот эта фраза их на пути не обрезали с одной стороны они были на пути слово путь это очень глубокое слово в контексте писания они были на пути но знаете этим путем они шли забывая о том что может как бы помочь им устоять на этом пути а вере божией их на пути не обрезали и вот они приходят к Иерихону 16 стих говорит нам Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилев и никто не выходил из него и никто не выходил тогда сказал Господь Иисусу вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его и находящихся в нем людей сильных пойдите вокруг города все способные к войне обходите город однажды в день и это делайте 6 дней интересная история тоже известная но знаете что еще здесь интересно кроме всего прочего кроме всего прочего здесь написано следующее что среди них шел ковчег завета 7 стих как скоро Иисус сказал народу 7 священников низших 7 труб юбилейных перед Господом пошли затрубили трубами и ковчег завета шел за ними вооруженные же шли впереди священников которые трубили трубами а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия трубя трубами народ сказал Иисусу дай повеление народу же Иисус дал повеление и сказал не восклицайте не давайте слышать голоса вашего просто ходите вот они просто ходят на другой день Иисус стал рано поутру священники понесли ковчег завета и 7 труб священников внесших 7 труб юбилейных перед ковчегом господним шли и трубили трубами а идущие позади следовали за ковчегом завета господня и идущие трубили трубами и опять мы видим что в центре этого хождения вокруг стен есть ковчег завета там есть впереди идущие позади идущие но в центре есть ковчег завета и трубы создают шум привлекая внимание конечно же не тех кто за стенами потому что это не для них было сделано если причиной того почему город был заперт и его не могли взять здесь слово страх я вижу оно написано курсивом это значит что в оригинале его нет но почему они не могли одолеть этот город во первых они могли его атаковать их было вообще-то евреев было очень много железно это был не тот город в котором могли поместиться 600 тысяч мужчин то есть столько сколько было евреев а евреев тогда уже больше было чем 600 тысяч но они просто испугались они боялись что у них не получится завоевать и вот эта борьба знаете страха и веры это то что сопровождает нас в нашей жизни с Богом и страх в то что у нас не получится помолюсь и не будет это то что есть у нас в самом начале нашего следования за Богом в очень сильной мере по мере того как вы движетесь в развитии своей веры страха становится меньше веры становится больше и конечно же если веры больше то у нас и получается больше и Бог опять же в этой ситуации фокусирует внимание народа своего на завете и как знак этого завета ковчег в центре всего этого движения шествия всех этих труб в центре вот этого хождения вокруг в центре ковчег завета он напоминает народу чего вы испугались почему вы считаете что не получится я с вами в завете у вас все получится у тебя все получится для того чтобы у тебя все получилось с Богом Бог принес жертву написано ибо так возлюбил Бог мир что отдал сына своего единородного чтобы всякий верующий у него не погиб но все имели жизнь вечную в американском посольстве когда 50-ники выезжали за границу по религиозным беженским визам консул всегда спрашивал какой стих из Писания является подтверждающим твою личную веру в Господа почему ты решил что мы тебя пустим как верующего если ты не знал Иоанна 3.16 то нужно было тебе возвращаться назад поэтому все кто хитро выезжал неверующий они учили Иоанна 3.16 и получали религиозную визу живут в Америке сейчас вот так вот но Бог напоминает мне тебе я с тобой в завете что тебе еще нужно для того чтобы верить мне я договор с тобой подписываю тебе мало договора ты веришь договорам которые подписаны тобою с твоими компаньонами с государством веришь вы знаете что есть разные договора потому что разные люди их подписывают есть ненадежные например предприятия так или нет мы знаем что люди подписывали договора с компанией кинскепит ну и как бы поэтому можно сказать что разные компании они самим тем что вот они разные и они дают понимание того что договора бывают разные но все равно с договором надежнее чем без него но вот это вот обратите внимание это самый надежный договор который вообще может быть вот это вот его за 50 гривен сейчас можно в магазине купить этот договор который Бог в который Бог приглашает тебя чтобы всякий верующий не погиб со своей стороны Бог поставил печать под этим договором оставил графу пустую на бланке пустом на болванке скажем так договора для тебя со своей стороны когда ты говоришь помилуй меня Боже я прошу у тебя прощения за свои грехи и приглашаю тебя в свою жизнь и буду идти за тобой веди меня учи меня и воскресший Ишуа пусть да будет моим Господом и Спасителем это твоя это твое вступление в договор а утверждением является твила вот как ты пошел в воду и вышел из нее вот это твила это то что ты делаешь для того чтобы договор в отношении тебя вступил в полную силу но когда ты вступил кто из вас принял твилу у кого была твила в жизни ну смотрите вы вступили в договор с Богом вы находитесь с ним в договорных отношениях он связал себя договором теперь задача вот как я когда там новую программу нахожу там в интернете допустим для себя вижу что она чем-то может быть мне полезна я хочу ее инсталлировать в компьютер там договор выскать я его не читаю жму галку сразу принято и все и программа закачивается но я не знаю что там написано и советуют умные люди вы все-таки старайтесь считать потому что там может быть такое что данные ваши могут передаваться по договору куда-то или сниматься какие-то деньги в смартфоне предположим периодически если вы потом подадите в суд вам скажут ты же сам подписал то есть мы часто подписываем то что не читаем и не знаем потом своих прав или обязанностей по договору вот так когда мы приходим к господу мы чувствуем тяжесть на сердце нам плохо мы хотим что-то поменять нам евангелисты рассказывают что бог тебе поможет и вот это слово рождает в нас веру начаточного уровня для того чтобы совершить первый шаг к богу мы говорим мы приглашаем тебя в свою жизнь иногда очень быстро после этого мы принимаем твилу мы не вполне знаем своих обязанностей по договору часто нарушаем его и потом по этому же договору часто терпим так или нет и потом нам как бы говорят читай договор чего ж ты жалуешься бог поругаем не бывает что посеет человек то и пожнет да а я вот думал у меня теперь только белая полоса да белая просто ты по черной не ходи ты вот когда это делаешь ты делаешь это все вне рамок договора поэтому ты попадаешь под проблему тебе надо знать вот этот договор смотрите какой толстый а видите раньше договора интересно подписывались я читал старые договора например ну там варягов с византийцами значит эти договора не только говорили о том что мы вот византийцы подписываем с вами договор с варягами на тему нашей торговли в том-то и в том-то там перечислялась история мы византийцы это мы вот а те говорят мы варяги со своей стороны и вот очень похоже на то что в Библии тут истории перечислены разные понимаешь до того как это все доберется до сути иногда ты столько прочитаешь казалось бы казалось бы лишнего но заметьте мы вот с вами сейчас считаем историю перехода Израиля мы видим там для себя новое что-то интересное детали на которые возможно мы не обращали внимания камни вот это для чего это их собирать ковчег завета ну там просто обряд да наверное был нет это все имело какой-то смысл когда ты думаешь над тем почему это написано для тебя да еще вместе Дух Святой сильнее действует да когда вместе то ты начинаешь понимать глубину и начинаешь яснее видеть свою ответственность и соответственно этому серьезнее относиться а когда ты начинаешь серьезнее относиться к тому под что ты подписался даже в неведении то у тебя плохого становится в жизни меньше хорошего больше потому что Бог может начать в полноте исполнять свои обязанности по договору с тобой для тебя и наказание за нарушение закона становится меньше потому что меньше нарушаешь твоя жизнь становится лучше так тебе становится проще радости в жизни больше печали меньше знаков вопроса меньше благословения больше силы больше успеха больше жизни больше изучаем договор верим Богу живем верой живем счастливо вот они ходят вокруг Иордана потом последний день они кричат стены падают те кто с них смеялся начинают плакать а израильтяне начинают радоваться вот и открывается путь вхождения в обетование почему они ходили вокруг города в центре этого шествия был ковчег завета они ходили очень долго семь дней это долго они семь дней разглядывали ковчег они не имущество друг друга разглядывали эти семь дней не измеряли не соизмеряли количество голов в своем стадии с количеством голов в стадии соседа они рассматривали ковчег это был своего рода такой знаете ретрит для Израиля они оставили все для того чтобы наблюдать за ковчегом для того чтобы вспоминать завет трубы трубили для того чтобы отвлекать их внимание от всего и фокусировать на этом шествии на слове Бога на завете для того чтобы укрепиться в вере ведь не само же шествие обрушилось стены поймите их обрушил Бог чудесным образом но лишь потому что израильтяне открылись ему верой он для них обрушил он бы не обрушил для них стены если бы они продолжали оставаться неверующими ему но вот потому что они поверили за это время вспоминая о завете фокусируясь на завете реанимируя свою веру вот потому у них и случилась эта победа согласны первая книга царств четвертая глава еще до воцарения царя Саула заканчивается время судей очень скоро израиль поперек воли бога начнет просить себе царя это было время пророческого служения пророка Шмуэля это было время судей это было время не очень хорошее в духовном плане для израиля потому потому что израиль начал слабеть в вере почему потому что они увлеклись построением обычной жизни и бог начал отходить от израиля потихоньку написано в начале третьей главы что слово бога было редко в те дни видения были нечастливы вот а во второй главе написано о том что первосвященником израиля был некто или и написано было что его служение было нечестивым и сыновья при нем так распоясались его сыновья которые должны были стать потом первосвященниками после смерти отца они обирали народа забирали в них мясо просто для того чтобы наедаться напиваться и бог был очень недоволен и конечно же когда во главе духовной организации какого-то сообщества людей стоят люди которые сами духовно неорганизованы то они не могут служить так чтобы народ стал служить богу поэтому с поклонением богу у израиля были большие проблемы и вот четвертой главе написано что выступили израильтяне против филистимлян второй стих и произошла битва и были поражены израильтяне филистимлянами которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек для современного боя это большое поражение для боя больших армий тогда когда армии были гораздо меньше народа в мире было гораздо меньше это страшное поражение войны четыре тысячи человек легло на поле когда не было огнестрельного оружия дубинами все мечами это происходило пришел народ в стан и сказали старейшины израилевы за что поразил нас господь перед филистимлянами возьмем себе из селома ковчег завета и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов смотрите интересная вещь они вспоминают о ковчеге завета после поражения от филистимлян до еще такого тяжелого и послал царь в село мы принесли оттуда ковчег завета господа саваофа сидящего на херувимах при ковчеге завета были и два сына Ильи о которых я уже упомянул и вы о них знаете и когда прибыл ковчег завета господня встан весь Израиль поднял такой сильный крик что земля стонала и устрашились филистимляне а и услышали филистимляне шум восклицаний сказали чего такие громкие восклицания встали евреи и узнали что ковчег господень прибыл встан и устрашились филистимляне ибо сказали Бог тут пришел к ним встан а знаете что такое от филистимляна услышать Бог пришел встан Это значит, что филистилья не вспомнили все, что было связано с Богом в истории Израиля и в истории взаимоотношений филистилья на Израиля. То есть величие Израиля и поражение всех, кто выступал против. Вот что значит вспомнили и поэтому устрашились именно. Читаем дальше. И сказали знаменитые еврейские Азохенвы, да, горе нам. Горе нам, ибо не было подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистильяне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Вот видите, соотношение какое было, евреи были в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистильяне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших человек. И давайте теперь зададимся вопросом, а почему, как же так, ковчег и поражение, что случилось? Очень просто. Дело в том, что религиозные приемы не работают. Вот они просто использовали это как религиозный прием. Они помнили. Ковчег Завета был в центре шествия через Иордан. И там же интересная вещь, как переходили Иордан. Иордан переходили так. Священники вошли с ковчегом в воду и стоят. Это же не просто священники пошли впереди, за ними все. Нет, все проходили мимо ковчега. Каждый лично видел причину того, почему вода остановилась. И когда перешли все, тогда священники с ковчегом перешли последними. Понимаете? И вот тут все помнили про это. Про ситуацию с Иерихоном все помнили. Это было там каких-то сто лет до этого. Это все, это наша гордость народная, это наша слава. Это детям рассказывать каждый раз. Это когда в споре с соседями, так это вы что забыли, мы там когда-то через наш Бог. Филистинляне лично этого наслушались вот так. Распомнили и боялись. Понимаете? И они берут, берут ковчег. Давайте побежим на них с ковчегом. Значит победа будет у нас. Но это не работает. Потому что, если Бог тогда использовал ковчег для того, чтобы напомнить о завете с собой, то в данном случае они использовали ковчег как оккультный предмет, как религиозный предмет, для того, чтобы этим предметом добыть себе победу. Предметом добыть себе победу. Это напоминает историю с медным змеем, как известно. Бог дает медного змея. Они молятся Богу, глядя на медного змея, и укушенные змеями не умирают. Исцеляются. Правильно? Но потом этого змея назвали не хуштан. Потом ему написано кодили, да, и поклонялись, как тому, кто когда-то нашему народу принес исцеление. То есть предмет, данный Богом для того, чтобы веру укрепить, он был использован не как способ, а как причина. И ковчег в данном случае был не в напоминании о завете с Богом, а как предмет магический, который самим своим присутствием даст победу. До сих пор вам известно, люди склонны подобным образом реализовывать свои понимания в отношении духовного мира. До сих пор. Я вспоминаю одну милую историю из Писания. О том, как... О том, как умирает... Нет, он же не умер. О том, как Бог призывает Илью на небо. И вот они идут с Елисеем вдвоем. Елисей ученик, Илья учитель. И Бог открывает Елисею, что Илья уйдет. Елисей не знает, что с ним будет. Возможно, ему больно внутри. Но он уже имеет взаимоотношения с Богом. Бог лично ему открывает, потому что он имеет свои. Вчера мы говорили о том, что важно не через наставника верить, не через пастыря, не через... Важно слушаться своего наставника, но важно самому иметь взаимоотношения с Богом. Чтобы твоя вера не зависела от наставника настолько, что если с ним что-то случится, чтобы и с тобой такое же не случилось. Вот у него уже были свои отношения с Богом. И вот он идет, ему говорят там ученики пророков, сегодня Илью... Он говорит, я знаю. Идут дальше. Илья пробует его отправить, как бы последнее испытание для Елисея. Он говорит, я останусь с тобой до конца. Хорошее качество верности. И потом, вы помните, вдруг сходит... Илья снимает с себя, что там на нем было, бьет по воде, вода расступается, они переходят по суху. В этом раздвижении воды, напоминании Елисею и всем, кто за ними наблюдал, потому что там были соглядаты в этого процесса, я вижу. Напоминание о Завете, о том, что Бог все помнит, о том, что это тот же Бог. Ведь когда Илья переходил, с момента, когда Израиль переходил, уже лет 400, прошло это в напоминание, что тот же Бог, несмотря на сотни лет, Он же с нами. И вера в Него, и доверие Ему, это связь с Ним, это сила, это жизнь. И если надо, для какого-то определенного момента, это чудеса. Он бьет по воде, вода расступается, они переходят. И внезапно сходит колесница с неба. И видать... Ну, я не знаю, как бы я себя повел, если бы сейчас что-то в мои глаза... Видать, это настолько... Ну, всколыхнуло Елисея, что он все, что смог сказать, он, знаете, возможно, глотая воздух, задыхает от волнения, колесница Израиля и конница его. И все, Иоанн, это все ушло в небо. И спустя какие-то мгновения упала одежка Ильи, ее подобрал Елисея, одел на себя, прошел опять кердану, ударил по воде. Вода расступилась, что подтвердило его веру личную Елисея. И потом он вступил в свое славное служение двойного помазания. Вы помните это, да? И вот когда умирал Елисей, над Израилем царствовал нечестивый царь, который не искал Господа, как записано в книге царства, который знал все эти истории про Илью, про Иордан, про Красное море, но сам жил в нечестивой жизни. Вот так бывает, что мы знаем все, а живем по-другому. И вот он так же жил. Он очень хотел быть помазанным, он очень хотел быть сильным, как Елисей. Он знал историю о том, что когда Илья отходил, Елисей перенял от него силу. И ему донесли, он говорил, расскажите мне детали ситуации, что тогда было. Ну, может быть, там ключ какой-то есть, какой-то фокус может быть есть. Может, какая-то молитва особенная была. Знаете, как люди ищут специальных молитв каких-то, дословно их записывали. И ему там те, кто приглядывал, сказали, ну, что там было. Ну, вот, например, Елисей сказал, колесница Израиля и конница его. И вот умирает Елисей и подошел царь к постели умирающего и говорит, колесница Израиля и конница его. Колесница Израиля и конница его. Елисей умирает. А царь остался без силы. Потому что все, что он из этой истории извлек, он не повторил послушание Елисея, его доверие Богу. Он не сжег мосты старой жизни. Помните, Елисей, идя за Ильей, сжег плуг, на котором пахал, заколол мясо воловы, жарил на огне от плуга, раздал рабочим, но как бы мосты все сжег. Ему вернуться было даже некуда, потому что весь его бизнес, бизнес пахать, у него 12 порвалов было, помните, на одну из них он пахал. Он все это уничтожил, ему некуда было вернуться. Он их не в аренду отдал. Он поступил так, чтобы не к чему было вернуться уже. Вот такой исход у него был. Вот этого ничего у царя не было. Все, что он знал, он выхватил заклинание. Все, что было в ситуации с израильтянами в четвертой книге царств, они не про веру Израиля вспомнили, они напомнили, что ковчег ходил. Они взяли ковчег, побежали на филистимлян. Они громко кричали, аж так, что филистимляне испугались, но победили филистимляне. Потому что они о завете ничего не вспомнили, и особенно о своих обязанностях по завету. Этот ковчег внесли два нечестивых сына пророка Илья, которые обирали народы, грабили их на мясо, принесенное как жертвы Господу. Бога никто не искал, поэтому видения были нечасто, и слова Господа не было. Ведь почему нет слова Господа? Потому что его не ищут, его и нету поэтому. А победы они хотели. Пусть это напомнит нам о том, что завет, в котором мы состоим с Господом, требует исполнения наших обязанностей, которые у нас тоже есть по завету. Потому что если у нас, с нашей стороны, нет исполнения наших обязанностей по завету, у нас будут проблемы с верой. Мы можем пересказать все молитвы, мы можем носить такой же костюм, как у Банихина. мы можем так же кричать, как пастор Сандей, допустим. Мы можем так же вести себя странно, как некоторые очень успешные проповедники, думая, что в странности сила. Мы можем говорить в тех же интонациях. Мы можем поститься, как они, и даже в те же дни. Послушайте. Но это может совершенно ничего не дать в нашу жизнь, если мы не понимаем, зачем это дано. Если мы не размышляем над главным, пытаясь скопировать второстепенное. Если мы в такую же красивую обертку заворачиваем другую суть, тогда нас ждет не победа, как во время окружения Иерихона, а поражение, как в этой ситуации с филистинами. Другая суть. Перерыв.